Реакция прессы, главных тренеров Ливерпуля и Барселоны и футболистов на невероятную победу англичан, 4-0, и выход в финал Лиги Чемпионов. Величайшая команда в Европе остановлена. Диву Кареги забил, возможно, самый важный гол в истории Ливерпуля, будучи пятым нападающим. Но злым гением Барселоны в этой встрече стал Александр Арнольд, который обхитрил соперника при подаче углового. Как футболисты Барселоны могут быть такими глупыми? Так быстро выключиться из эпизода? Барса вылетела. Чудесно. Невообразимо. Ливерпулю даже не понадобились дополнительные таймы. Команда полностью заслужила такой результат. Это было потрясающее выступление. Ливерпуль сотворил сенсацию. Если взять все невероятные вечера на инфилде, на каком месте будет этот? Он должен быть где-то в топе. Для Барселоны этот матч наверняка станет одним из самых страшных воспоминаний. Каталонцы сами однажды отыгрались с 0-4 у ПСЖ. Теперь они будут знать, каково это быть на другой стороне, на стороне проигравшего. От каникул в Риме к концерту в Ливерпуле. Это две самых черных и позорных ночи Барселоны, которые случились всего за год и с Вальверди во главе. Два поражения, которые казались невозможными, произошли благодаря вере соперников своей силы и расслабленности самих каталонцев. Ливерпуль – достойный финалист Лиги Чемпионов. А в Вальверде будет сложно остаться у руля Барселоны, даже выиграв два трофея. Это казалось невозможным, но опять произошло. Барса вспомнил ужасный вечер в Риме и снова вылетела из Лиги Чемпионов. Ливерпуль был лучше даже без Фирмину и Салахы. А вратарь Алисон провел просто выдающийся матч. Барселона снова пережила римский кошмар, который, казалось, все уже забыли. Вот так завершается этот сезон для каталонцев, который до этого момента считался превосходным. Команда во второй раз разгромлена соперником и прощается с мечтой завоевать Лигу Чемпионов. Мы проделали отличную работу. Но все же этот матч отличался от того, что был год назад в Риме. На этот раз работы было куда больше. Я доволен, что сумел помочь команде, но больше рад тому, что вышли в финал. Цель – выиграть титул. Сложно что-то говорить. Хочу попросить прощения у болельщиков. Очень жестко вот так падать. Не совсем нормально, что после Ромы снова проходим через такое. Сложно описать словами эмоции. Фантастика, 4.0 против Барселоны. Лично для меня это нечто особенное. Когда я на поле, выкладываюсь на 100%. Знал, что это будет особенный вечер и особенный сезон. Такие вещи не должны с нами происходить. Нельзя повторять одну и ту же ошибку каждый год. Нам всем очень грустно. Просим прощения у болельщиков. Не знаю, кроется ли проблема в отношении к таким матчам. В любом случае мы, Барселона, не имеем права пропускать два мяча подряд. А четвертый гол – просто детская ошибка. Мы играли против одной из лучших команд мира. Победить ее сложно, а победить, не пропустив ни одного гола. Даже не знаю, как они это сделали. Это невероятно. Видел, как Джеймс Милнер плакал на поле после матча. Этот результат так много для нас значит. Этот Ливерпуль никогда не останавливается. Этот Ливерпуль никогда не закрывается. Этот Ливерпуль отдает все в каждом моменте. Я сказал игрокам, что отыграть такой счет невозможно, но именно у таких ребят, как они, есть шанс. Мы в первую встречу не заслуживали поражения. Сказал парням, что они должны сыграть так же, только лучше, бэтэспорт. Мы сейчас сами для себя должны объяснить, что же произошло. Второй гол обескуражил, Ливерпуль действовал очень агрессивно. Просто переехал нас. Потом команда еще не успела прийти в себя, как получила третий мяч. Свои шансы мы не использовали. Тут нет оправданий. Соперник был лучше. Для нас это чувствительный удар. Во второй раз подряд мы вылетаем из турнира подобным образом, марча. Продолжение следует...